МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом. Общее число больных COVID-19 в мире приближается к 78 миллионам человек. Таким образом, доля заразившихся составляет более 1% населения планеты. В России за последние сутки выявили 27 250 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали около 3,2 миллиона инфицированных. Прирост заболевших впервые с начала октября снизился до 9,1%. В Нижегородской области уже идет массовая вакцинация от коронавируса. Пока прививки ставят прежде всего медикам. Но скоро прививать от коронавируса станут всех желающих. Региональный Минздрав начал прием онлайн-зайвок на вакцинацию. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем инстаграме и пояснил, как можно записаться. Электронная форма для того, чтобы записаться, очень простая. Надо зайти на сайт Минздрава Нижегородской области и ввести регистрационные данные по себе. Будьте внимательны с контактной информацией. На ее основе будет проходить приглашение в пункты вакцинации, написал глава Минздрава. Пока запись доступна для медицинских работников, учителей, соцработников и волонтеров. В Нижегородской области выявили 498 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 503 новых носителях SARS-CoV-2. В Сарове за сутки тест на COVID-19 показал положительный результат у 159 горожан. Артем, Мария и Виктория стали самыми популярными именами у саровчан. В этом году так назвали своих детей 69 горожан. Также на свет появились Катрина, Оливия, Стефания, Леон и Добрыня. Одна семья дала своей дочери двойное имя. Всего в этом году родились 700 юных саровчан. Это чуть меньше, чем в прошлом. А вот смертей наоборот зарегистрировали больше. Подробности смотрите в следующем репортаже. Ни одной свадьбы в этом году не сыграли на Красную Горку. Наверное, это беспрецедентный случай за всю историю России. Но в ЗАГСе весной этого года в силу известных обстоятельств не регистрировали ни браки, ни разводы. После этой новости многие саровчане не стали переносить дату торжества, а просто отказались оформлять свои отношения. Но все же 299 пар получили документы о заключении брака. 340 семей распалось. Желающих, как и жениться, разводиться было много. Звонили, возмущались у кого-то срочно, кто-то покупает квартиру, кто-то хочет вновь жениться. И ему как-никак в обязательном порядке нужен документ о разводе. За неделю до окончания года первые документы получили родители 700 юных саровчан. Девочек в этом году родилось больше, чем мальчиков. Имена родители выбирали самые разнообразные. Лидерами стали Артем, Мария и Виктория. Но были и редкие. Алмаз, Муса, Добрыня, Оливия, Омага, Стефания. Одну девочку назвали двойным именем – Елизавета Елена. Несмотря на кризис, 310 семей перешли в категорию многодетных. В одной семье родился седьмой ребенок, в двух семьях родился шестой ребенок, в пяти семьях пятый ребенок, в восемнадцати семьях четвертый ребенок. В этом году меньше браков, разводов, рождений. Единственная категория, по которой бы хотелось увидеть снижение показателей регистрации смерти, в этом году поставила антирекорд. В 2019 году мы зарегистрировали на этот период 1026, а на сегодняшний день зарегистрировано уже 1185 случаев смерти. То есть это самый высокий показатель, наверное, вообще за всю историю нашего отдела. Саровскому ЗАГСу в этом году пришлось нелегко. И без того маленький коллектив ни на один день не прерывал свою работу. Принимали заявления, разъясняли саровчанам порядок действий, помогали заполнять документы. Сотрудницы подменяли друг друга во время карантинов и болезней. Такая работа не осталась без внимания руководства. Главному специалисту Саровского отдела ЗАГС Наталье Шафрик вручили благодарность губернатор Нижегородской области. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. До 10 января в интернете проходит всероссийская акция «Тайный Дед Мороз». Участники проекта случайным образом получают контактную информацию от человека, которого необходимо поздравить с Новым годом. Обменяться подарками можно лично или онлайн. Зарегистрироваться и узнать больше об акции можно на сайте проекта ТайныйДедМороз.РФ. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородская РСТ утвердила коммунальные тарифы на следующий год. Их рост с 1 июля не превысит 4%, то есть уровень инфляции. Руководитель ведомства Юлия Алешина отметила, что по поручению губернатора РСТ продолжает политику сдерживания тарифов в регионе. И для Нижегородской области рост коммунальных платежей будет средним, то есть ниже, чем в ряде других субъектов Российской Федерации. Библиотека имени Пушкина присоединилась к акции «Новогоднее чудо» по сбору новогодних подарков для детей, нуждающихся в социальной поддержке. С 23 по 26 декабря с 9 утра до 6 часов вечера по адресу улицы Герцена, 13А, будут принимать новые мягкие игрушки, предметы канцелярии, развивающие игры, наборы для творчества. Прямые авиарейсы Нижний Новгород-Астрахань появятся с 6 января следующего года, сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино. Полеты запланированы два раза в неделю, по средам и пятницам. Время в пути займет чуть более двух часов. По средам вылеты из Нижнего Новгорода в 14.35, прибытие в Астрахань в 18.10, по пятницам в 15.30, прибытие в 18.40. С 1 января в России восстановят систему вытрезвителей. Закон об этом приняла Госдума. Специализированные учреждения будут работать на платной основе. Также сотрудникам полиции разрешат доставлять вытрезвитель, перебравших с алкоголем граждан без их согласия. По оценке экспертов, стоимость пребывания вытрезвителей обойдется в среднем в полторы тысячи рублей за ночь. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили у Сравчан, как они относятся к тому, что в России снова появятся вытрезвители. Положительно отнеслись к принятию такого закона 70% участников опроса. Десятая часть респондентов не поддерживает возрождение системы вытрезвителей. Показать свои творческие способности и выйти за рамки репертуарного театра. В Нижнем Новгороде подвели итоги фестиваля «Школа современного театра». Конкурс традиционно ориентирован на самостоятельные актерские и режиссерские работы в области современной драматургии. В этом году в число награжденных премией «Общественная инициатива области театрального искусства» Министерства культуры Нижегородской области вошел актер и режиссер Саровского драмтеатра Евгений Цапаев. Диагноз «болезнь театром» актер Евгений Цапаев поставил себе в 10 лет. Первые симптомы почувствовал в театральной студии родного Нижнего Новгорода, где вместе с другими ребятами постигал азы актерского мастерства. С каждым днем заболевание прогрессировало и в какой-то момент недуг перешел в хроническую стадию. Молодой человек понял, что не представляет жизнь без сцены. Окончил училище имени Встигнеева и приехал на работу к нам в Саровский драматический театр. Как и любой творческий человек, а тем более актер, Евгений старается пробовать себя в самых разных ролях. Не только на сцене, но и за ее пределами. В качестве режиссера он запустил в городе два проекта. Везде театр, где площадкой для спектакля мог стать даже музей. И театральный подвал, который подарил актерам полную творческую свободу. Там мы можем экспериментировать, делать то, что нам интересно, и то, что не всегда можно пробовать на большой сцене, потому что большая сцена все-таки предполагает определенный уровень ответственности перед зрителем, а мы проверяем какие-то новые пути, способы общения со зрителем, какие-то новые, может быть, формы, новые тексты, новые смыслы пытаемся найти, которые мы не знаем, какой вызовут отклик у зрителя. Именно за одну из таких необычных экспериментальных постановок в театральном подвале Евгений получил признание областного министерства культуры. Спектакль «Двое» рассказал зрителям историю двух детей – русской девочки и чеченского мальчика, которые спрятались от ужасов внешнего мира в одном подвале. По замыслу режиссера, на протяжении всей пьесы актеры и зрители находились в полной темноте. Про войну же хочется рассказать как-то честно, а это сделать очень сложно. Поэтому и возникла мысль весь спектакль создать, скажем так, воображение зрителя. То есть зритель оказывается в абсолютно пустом нашем подвале, где вокруг него происходит действие. Зрители ничего не видят, только слышат. И когда это все происходит в воображении, это происходит, по крайней мере, для каждого сидящего в зале честно по отношению к себе. Он сам для себя представляет эту историю так, как он это видит. Евгений признается, что с радостью показал бы спектакль «Двое» еще раз, но пока это невозможно. Театральный подвальчик – помещение довольно тесное, а рисковать здоровьем зрителя недопустимо. Так что придется немного подождать. А пока Евгений с нетерпением ждет возвращения на театральной подмостке. 26 декабря он впервые за 10 месяцев поднимется на родную сцену перед зрителями. Я рад безумно, безумно. Это хороший подарок на Новый год, мне кажется, нам всем. Всем тем, кто придет, и нам всем тем, кто будет тут для всех вас выступать. Дорогие, приходите, мы вас любим. В тесном кругу за чашкой чая и, конечно, с гитарой. Именно так отметили День бардовской песни участники городского клуба самодеятельной песни «Поиск». Праздник отмечают во всем мире 22 декабря. Праздник неофициальный, но существует уже 20 лет. О том, как изменилась жизнь саровских артистов во время пандемии, о творчестве и планах на будущее, расскажем далее. На часах половины девятого за окном поздний зимний вечер. А в клубе самодеятельной песни «Поиск» разливают по чашкам ароматный чай и угощают домашним пирогом. Такие камерные встречи хоть и редки в последние месяцы, но так необходимы участникам клуба. Право выбрать автора первой песни предоставили съемочной группе. Конечно, Визбор. С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. Эту песню Юрий Визбор написал 55 лет назад. Говорят, что лучше нее может быть только небо. Как и многие другие, она о мужской дружбе, о верности долгу. Неофициальный праздник, день бардовской песни, музыканты отмечают в узком кругу друзей и единомышленников. Не случилось в этом году ни гастролей, ни концертов. Но душа требует общения и творчества. Бардовская песня – это же просто как бы вот такой цементирующий состав. А на самом деле это же гораздо шире. Это жизненная позиция, это какие-то принципы жизненные, какая-то философия жизненная. Это все вот то, что нам дает бардовская песня и отношение к ней, увлечение. Чаепитие получилось очень атмосферным. После расспросов друг у друга, как дела, все ли здоровы, они уже не выпускали гитары из рук. Коронавирус, самоизоляция, ограничения наложили свой отпечаток на творческую жизнь музыкантов. Традиционный ноябрьский концерт в Доме ученых в этом году не состоялся. Не разрешили. Пандемия. Когда вот в феврале все это обрубило, да, мы при этом не потеряли деньги. Нет, совершенно это вот мелочь. А мы потеряли возможность съездить в какой-то город, познакомиться с какими-то людьми, выступить, показать наше творчество. Вот, и, конечно, потеряли сейчас форму напрочь абсолютно, потому что, когда нет цели, когда нет стремления куда-то, ну, начинаешь поменьше встречаться. Опять же, пандемия встречаться вообще практически нельзя было. Но участники клуба не оставляют надежды встретиться со зрителями в начале следующего года. Сейчас ведут переговоры с новой площадкой. Если обстоятельства позволят, то концерт будет. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Мы продолжаем знакомить вас с участниками конкурса «Елка-фест», который проводит Центр поддержки предпринимательства совместно с Ассоциацией промышленников и предпринимателей Сарова. Участникам нужно было оформить фасады и входные группы своих организаций, офисов, магазинов. Голосование проходит на странице Центра поддержки предпринимательства ВКонтакте. В Центре здоровья и красоты «Релакс» круглый год творится магия. Опытные мастера не просто преображают клиентов, а с каждой процедурой дарят им прекрасное настроение и уверенность в себе. В преддверии зимних праздников сотрудники традиционно украшают салон и создают волшебную атмосферу Нового года. Мы стараемся всегда поддерживать эту традицию, украшаем наш салон каждый год. Но так как все-таки достаточно сложная ситуация в стране, хотелось не унывать, хотелось дарить радость и красоту, продолжать дарить красоту нашим прелестным женщинам и девушкам города Сарова. Мы всегда рады и ждем, и готовы, чтобы они к нам приходили почаще, украшали и себя, и радовали нас. Каждый год украшать «Релакс» к праздникам помогают постоянные клиенты. В канун Нового года они дарят мастерам елочные игрушки. Еще хотелось от лица нашего салона поздравить всех жителей нашего города с наступающим Новым годом, пожелать в первую очередь здоровья, потому что сейчас в этой обстановке оно очень необходимо. Ну и удачи в новом наступающем 2021 году. Как украсить к Новому году студию декора? Здесь и так все говорит о празднике. Шары из детских мультфильмов и сказок, свадебные кольца, обрамленные пышными букетами, необычные игрушки-совушки и специально оборудованная фотозона. Волшебную композицию завершает розовый единорог, парящий под потолком. В основном студия занимается оформлением либо свадеб, либо других торжеств. То есть это юбилеи, дни рождения, либо детские праздники. Но так как сейчас свадеб практически нет, то основная деятельность направлена на оформление детских праздников. Сейчас большой популярностью пользуются шарики персонажей из мультфильмов «Три кота», «Щенячий патруль» и «Трансформеры». Вход в студию украсили мерцающий огний гирлянд, серебряный дождь и пушистая елочка. Я желаю вам, чтобы этот Новый год принес вам больше радости и приятных подарков. А также желаю здоровья и семейного благополучия в каждый дом. С наступающим! До новых встреч и хороших вам новостей!